Телеканал «Натия» и «Школа Библии» представляют На сайт bible.ua поступил вопрос относительно Ветхого Завета книги «Бытие» 9 главы 4 текста «Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте» Иван спрашивает «В крови находится душа? Если это так, то как быть с донорством крови?» Получается, доноры отдают часть своей души, а кровь теперь имеет в себе несколько душ? Отвечает доктор богословия, исследователь Библии Феликс Понетонский Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о переливании крови В Библии есть очень много разных текстов, которые говорят о том, что душа человека или любого животного находится в крови Например, «Бытие» 9 глава 4 стих «Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте» Или Левит 17 глава 11 стих «Потому что душа — тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь себе душу очищает» Данные тексты и данные заявления имеют очень важное значение, потому что они влияют на многие аспекты нашей жизни И один из таких аспектов — это медицинский вопрос о переливании крови Можно или нельзя делать переливание крови согласно Библии? Сегодня мы попробуем с этим разобраться И первое, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что есть небольшая разница в терминологии Которая используется, когда говорится о душе и крови Например, Левит 17 глава и 11 стих, который мы только что прочитали, говорит следующее «Потому что душа — тело в крови» А 14 стих той же самой главы говорит «Ибо душа всякого тела есть кровь его» И вот здесь возникает вопрос Как же правильно? Душа — тело находится в крови Или душа — тело и есть кровь Для того, чтобы разобраться во всем этом Нам нужно попробовать понять, а вообще, что же такое душа И как Библия интерпретирует это слово Еврейское слово «нефеш», которое переводится как «душа», присутствует во многих семитских языках В арабском, аккадском, угорицком и, конечно же, в еврейском Согласно словарю Недоте, это слово имеет различные значения в этих языках Но есть одно, вернее, несколько базовых значений, которые присущи этому слову практически во всех диалектах И это значение дыхание, либо жизнь Также оно используется в значении личность Также этот словарь Недоте отмечает, что слово «нефеш» в Ветхом Завете, в еврейской Библии, встречается более 700 раз Но что интересно, ни разу нет употребления этого слова в значении некоторой субстанции, которая может существовать отдельно от тела Такое понимание души, как субстанции, которая живет вне тела, характерно для греческой философии Одно из базовых понятий греческой философии — это идея дуализма Противопоставление материи и духа, тела и души Но такое противопоставление не свойственно для еврейского мышления Итак, давайте попробуем разобраться, что же Библия говорит о душе И самый первый отрывок, который хотелось бы разобрать, записан в книге Бытие, 9 глава 4 стиха «Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте Я взащу и вашу кровь, в которой жизнь ваша Взащу ее от всякого зверя Взащу также душу человека от руки человека, от руки брата его Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека Ибо человек создан по образу Божию» Если внимательно прочитать данный текст, то здесь не идет речь о том, что душа человека находится в крови Но душа здесь употребляется в значении жизни Например, «Я взащу и вашу кровь, в которой жизнь ваша Взащу ее от всякого зверя Взащу также душу человека от руки человека, от руки брата его» Главная идея этого текста заключается в том, что нельзя убивать человека И если такое произойдет, то Господь сам вступится и отомстит за убийство человека Поэтому душа в данном тексте означает жизнь Точно так же пролитие крови в шестом стихе означает убийство человека А теперь давайте обратим внимание на четвертый стих этого отрывка «Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте» Если в данном случае душа означает жизнь, то из этого следует, что этот текст запрещает, во-первых, есть удавленину, потому что он запрещает есть с кровью А во-вторых, он запрещает есть животных, пока они еще живы Так могут делать звери, хищники, но человек так делать не должен Итак, мы видим, что данный отрывок вовсе не говорит о том, что душа человека находится в крови А он говорит о том, что душа эквивалентна понятию жизнь Для того, чтобы подтвердить эту идею, давайте рассмотрим еще один отрывок, который записан в книге «Бытие» 35 главе, я прочитаю 16 стиха «И отправились из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны Когда жена страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, не бойся, ибо и это тебе сын И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином» Данный текст очень примечательный, потому что здесь говорится о том, что из Рахили выходила душа И некоторые могут понять, что в данном случае речь идет о душе, как о некоторой отдельной субстанции, которая выходила из Рахили Но на самом деле речь идет совсем о другом Текст говорит о том, что Рахиль умирала при родах Когда говорится о том, что из нее выходила душа, это означает не что иное, как то, что она умирала от потери крови Мы видим, что в этом отрывке также душа эквивалентна жизни, эквивалентна крови Но данный текст не говорит о том, что душа находится в крови Скорее всего, мы можем поставить знак равенства между душа и жизнь И потеря крови означает потеря жизни Еще один отрывок, который хотелось бы упомянуть, записан во второй книге Царств, 23 главе Здесь говорится об одном случае, который произошел с царем Давидом Здесь Давид посылает некоторых своих храбрых воинов для того, чтобы они принесли для него воды Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский И почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот И взяли и принесли Давиду Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа И сказал, сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни И не захотел пить ее? Вот что сделали эти трое храбрых На первый взгляд, данный текст ничего не говорит нам о понятии души или о понятии жизни Но давайте рассмотрим его более внимательно Здесь трое храбрых воинов Давида принесли ему воду Но он отказывается ее пить и говорит, не кровь ли это людей, ходивших с опасностью для собственной жизни Но это была только вода, а не кровь Другими словами, что хочет сказать Давид, это то, что эти люди жертвовали своей жизнью для того, чтобы принести эту воду Поэтому эта вода для него равна крови И поэтому он не может ее пить Таким образом, жизнь, кровь и душа опять связаны вместе И Библия опять говорит нам о том, что это в Священном Писании эквивалентные понятия А теперь давайте вернемся к вопросу о переливании крови Когда человек получает кровь другого человека, это не значит, что он получает его душу Потому что, как мы выяснили, душа — это жизнь Но человек также не получает вторую жизнь, потому что жизнь у человека всегда одна Итак, эти тексты нельзя использовать как аргументы против донорства крови Но есть и другие доводы, которые иногда выдвигаются против переливания крови И их мы рассмотрим после короткого перерыва Напоминаю, сегодня мы говорим о переливании крови В первой части выпуска мы установили, что в Библии очень часто понятие душа используется в значении жизни А теперь давайте обратимся к еще одному аргументу, который очень часто используется против донорства крови В Библии есть запрет на употребление крови в пищу Причем этот запрет есть как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете Некоторые тексты мы уже читали, но я прочитаю еще несколько Например, второзаконие 12.23 Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа Не ешь души вместе с мясом Или, например, Новый Завет Книга Деяния апостолов, 15 глава Которая говорит о том, что апостолы сделали постановление о том, как необходимо жить верующим И они говорят следующее Необходимо воздерживаться от идола жертвенного и крови И удавленной, блудой, и делать другим того, чего себе не хотите Итак, мы видим, что как Новый, так и Ветхий Завет запрещают употреблять кровь в пищу Противники донорства говорят, что переливание крови – это то же самое, что употребление крови в пищу При этом используются очень часто следующие аргументы или следующая иллюстрация Представим себе человека, которому нужно получить глюкозу Он может получить глюкозу двумя способами Он может получить ее через желудочно-кишечный тракт И может получить ее внутривенно При этом для организма нет особой разницы, как он получит ее Единственная разница заключается только в том, что внутривенно глюкоза усвоится намного быстрее Но данный аргумент и данную иллюстрацию нельзя использовать в качестве довода против переливания крови И вот почему Если человек получает кровь через желудочно-кишечный тракт То в желудочно-кишечном тракте кровь расщепляется и становится питательным веществом То есть она поступает в организм человека как пища Но если кровь поступает в организм человека внутривенно, то она не изменяет своей структуры Она остается кровью и выполняет свою функцию как кровь То есть разносит кислород и питательные вещества по телу человека Если вернуться к иллюстрации с глюкозой, то можно сказать следующее Глюкоза, независимо от того, каким образом попадает в организм человека, остается глюкозой Но кровь, если попадает через желудочно-кишечный тракт, становится пищей А это запрещено Библией И надо сказать также, что и современная медицина говорит о том, что употребление крови в пищу является опасным Но если кровь попадает в организм человека внутривенно, то она остается кровью И она даже может спасти жизнь человека В заключение хочется сказать, что донорство — это очень благородное дело Потому что отдавая свою кровь для спасения других людей, человек исполняет заповедь Христа Который сказал следующее Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих Субтитры сделал DimaTorzok